Сборная команда СССР Матч вечных соперников. Матч СССР в Чехословакии. Это была последняя игра турнира. 27 апреля 1979 года проходила эта встреча. Вообще на этом чемпионате мира, который закончился блестящей победой сборной команды СССР, наши забросили 70 шайб в ворота соперников, пропустив лишь 17. И это при том, что вот сейчас давайте посмотрим момент, когда Иван Глинка и Борис Михайлов, капитаны команд, приветствуют арбитров, приветствуют друг друга. Последняя встреча чемпионата, последняя встреча, как всегда, по воле жребия. Этот матч был заключительным матчем чемпионата. Но, наверное, есть на то объяснение, почему именно так получилось, почему так должно было произойти. Потому что на протяжении 60-х, 70-х годов, наверное, не было у сборной команды СССР более принципиального соперника, нежели сборная Чехословакии. В 76-м Чехи стали чемпионами мира в Катавицах, в 77-м стали чемпионами мира в Вене, а правда за год до этого в 78-м у себя дома проиграли сборные команды СССР в тяжелейшем поединке. Это был первый чемпионат под руководством, когда сборной СССР стал руководить Виктор Васильевич Тихонов. Вообще, этот чемпионат был одним из, наверное, самых блистательно проведенных нашими хоккеистами. Я уже сказал, 70-17 общий итог забитых и пропущенных шайб. В первом матче против шведов наши играют 9-3, против ФРГ играют 3-2, против поляков 7-0. Против чехов уже в группе в первом матче наши разгромили сборную команду Чехословакии со счетом 11-1. Шведы 9-3, шведы 11-3. Канадцы 5-2, канадцы 9-2. Лучшие игроки турнира Третьяк, Васильев, Михайлов, Макаров, Пейман, Бубло. То есть из шести игроков, определенных директоратом, лишь две иностранные фамилии. Канадец Пейман и защитник Иржи Бубло, который также на льду в сегодняшнем матче. Самые результативные игроки турнира. Владимир Петров, 15 очков, 7 заброшенных шайб, 8 передач. Валерий Харламов, 14 баллов, 7,7. Сергей Макаров, 12 баллов, 8 заброшенных шайб и 4 передачи. Борис Михайлов, 12 баллов, 4 заброшенных шайбы и 8 передач. Лучший бомбардир турнира Сергей Михайлов. Ну вот Владимир Петров на скамеечке нарушителей. Не понимает Владимир, за что же он был удален. Начало встречи и вот сразу наша команда остается в меньшинстве. Ну и сборная команда Чехословакии. Состав сборной Чехословакии был таков. Заявочный лист на этот матч. Кралик и Сакач, два вратаря. Иржи Бубла, Милан Халупа, Витязлав Дюриш, Милан Фигала, Милан Кужила, Мирослав Дворжак, Франтишек Каберле, Йозеф Буковинский. Богуслав Эберман, Иван Глинка, Ярослав Паузар, Петер Штясный, Мариан Штясный, Либор Гавличек, Владимир Мартинец, Антон Штясный, Иржиновак, Милан Новый, Владислав Свозил и Мирослав Фричер. Карл Гуд и Ян Старший были тренерами сборной команды Чехословакии. Владислав Третьяк на ваших экранах, лучший вратарь мира. И вбрасывание в сборной, в зоне сборной команды Советского Союза. Иржи Кралик, один из лучших вратарей в истории чехословацкого хоккея. Второй номер, он защищал ворота сборной Чехословакии в этом матче. Это Петер Штясный, Иржиновак. И вот еще одно удаление. Сергей Бабинов оказывается на скамейке штрафников. Вот такое неожиданное для сборной команды Советского Союза начало. Но тем не менее, вот за обоюдную грубость Петер Штясный, 26-й номер, был удален. Но братья Штясный, вы помните, впоследствии играли за океаном. Играли очень неплохо. Четверо чехов против троих наших. У Эбермана легко забирают шайбу Зинатула Белелединов. И шайба в зоне сборной Чехословакии. Вот он, Иржи Бубло, опытнейший защитник сборной Чехословакии. 19-й номер. Он вводил шайбу в зону, делал передачу на Владимира Мартинеца, 10-го номера. И вновь Бубло. Бубло, Жлуктов тут в средней зоне. Пытаются встретить наши хоккеисты в сборной Чехословакии. И вот Жлуктов. Выход один на один. И Кралик успел закрыть угол. Виктор Жлуктов оторвался в мгновение ока от защитников сборной Чехословакии. Блестящий силовой прием Зинатулы Белелединова. И Богуслав Эберман оказался на льду. Иван Глинка, капитан сборной Чехословакии. 21-й номер ведет своих партнеров вперед. Бросок. Принимает этот бросок наши защитники на себя. И Критьяк спокойно клюшкой отбросил шайбу в сторону на партнера. Вновь Бубло. Кужила. Александр Якушев. Лебедев. Юрий Лебедев. Прекрасную передачу он получил от Якушева. И была возможность уже вторая опасная ситуация возникла у ворот Иржи Кралика. Пятый номер это Милан Халупа. Хавличек потерял шайбу. И вновь Лебедев. Ну и вот не успел, не успел Паузер выйти на лед. А это был 26-й номер, прошу прощения. Счастный не успел, Счастный выйти на лед. И тут же нарушил правила против Лебедева. Посмотрите, удар по рукам. Ветр Счастный. А удар-то наносил Петр Счастный. А вот удаление Иржи Бублы. Бубло был, ну там рядом, по всей видимости, добавил ли, трудно сказать. Но мы видели с вами, что нарушал это правило Петр Счастный. Только что в кадре был Виктор Васильевич Тихонов. Виктор Жлухтов и Петр Счастный. 22-й и 26-й номер. Чехи с шайбой. Кужела вбросил шайбу в зону Владислава Третьяка. Васильев. Бабинов. Вновь Васильев. Капустин. На противоположный фланг. Жлухтов. 19-й номер. Хельмут Балдерис в сборной команде Советского Союза. Бабинов. Капустин. Одна из лучших, наверное, троек была в истории нашего хоккея. Жлухтов, Капустин, Балдерис. Какую карусель они могли закрутить у ворот любого соперника. Сергей Капустин. Через борт играет. Петр Счастный. Остаются наши с шайбой. Васильев. Кралик на месте. Дюриш выбросил шайбу из зоны. И вновь Валерий Васильев начинает атаку своей команды. Смена составов у нас братья Голиковы на льду. Вместе с Сергеем Макаровым. Васильев. Бросок. Охи Кралик и Малин. Но видел Кралик момент броска. Первухин. Владимир Голиков играет с братом. Голиков. Владимир Голиков. Белелединов. Первухин. Передача. Гоу. 1-0. Сборная команда Советского Союза открывает счет в этом матче. Александр Голиков, 23-й номер, 1-0. Спокойно разыграли комбинацию. Хоккеисты сборной Советского Союза тут показалось, что не прошла эта передача. Но в конечном итоге шайба дошла до Александра Голикова с подачей Зинатулы Белелединова и Василия Первухина. Вот два ассистента у Александра Голикова. И первая пятерка сборной команды СССР выходит на лед. Посмотрите, дорогие друзья, вспомните, как действовали великие Михайлов, Петров, Харламов. Владимир Петров с шайбой. Харламов. Нет, не доходит шайба до Валерия. Петров. Ирек Гемаев. Ирек Гемаев на этом чемпионате мира действовал как защитник. Ирек Гемаев. Михайлов. Каберли против него. Выбил Каберли шайбу у нашего капитана. Ирек Гемаев. Вновь Гемаев. Игрок Салават Юлаева на тот момент. Проброс. Вот мы видим с вами момент, когда Александр Голиков забросил первую шайбу. Ян Гут и Карл Гут и Ян Старший. Тренеры сборной команды Чехословакии. Бабинов. Александр Якушев. Вновь Якушев. Оставляет шайбу Васильеву. Тот Якушеву. Не удалось Александру Сергеевичу войти в зону. Бабинов. Лебедев и Якушев сейчас пытались разыграть комбинацию. И чехи перехватывают шайбу. Это Мариан Счастный. Остается 18 номер с шайбой. Передачу делал на брата. Но Третьяк плотно закрывает угол. Вот он Владислав Третьяк. А вот таково положение команд. Финальная четверка. Сборная Советского Союза, сыграв 8 матчей на этом чемпионате, на 5 очков оторвалась от преследователей. Сборная Чехословакии осталась второй. Шведы были третьими. Первухин на Балдореса. Балдорес Жлуктов. Владимир Мартинец. Многоопытный хоккеист сборной команды Чехословакии. Мартинец, братья Холики. Но братья Холики уже не играли на этом чемпионате. А там у борта сражался Богуслав Эберман. 25-й номер. Как его называли в Чехословакии. Наш ползенский танк. Мощный 25-й номер. Эберман мог продавить любую оборону. Особенно когда набирал скорость. Остановить Эбермана было чрезвычайно сложно. Капустин не смог остановить шайбу. Нет проброса показывают арбитры. И Кужила пошел вперед. Но дошел только до Жлуктова. Капустин на Балдореса. Холупа. Жлуктов заставил ошибиться Милана Холупу. Балдорес. Передача на Капустина. Капустин. Бросок. Дворжак принял этот бросок на себя. Холупе тяжело было выбросить шайбу из зоны. Но удалось ему это сделать. Капустин. Не увидел сейчас Хельмут Балдорес. Что Сергей Капустин уже на рубеже синей линии. А передача получилась чуть-чуть в недодачу. Александр Голиков. Владимир Голиков появляется на льду. Хельмут Балдорес. Суперзвезда советского хоккея. Владимир Голиков. Владимир Лутченко. Лутченко-Цыганков на льду. Бубла. Да, в первом матче сборная команда Советского Союза просто разорвала Чехов. Со счетом 11-1. Хет-трик исполнил тогда Сергей Макаров. Три шайбы он забросил. Вот он. Молодой игрок сборной Советского Союза и Челябинского трактора. И первая пятерка уже на льду. У Ползера отобрали шайбу. Петров с партнерами. Нет, пока только Владимир Петров вышел на лед. И как раз его попытку затолкать шайбу в ворота остановил кралик. И третьяк спокойно забирает шайбу. Иван Глинка. Владимир Мартинец рядом с ним. Многолетний партнер игроки сборной Чехословакии. Петер Счастный на точке вбрасывания. Васильев. Бабинов. Харламов. Останавливает Харламов шайбу. Оставляет ее Бабинову. Петров. Мощный выстрел. Владимира Петрова. Харламов. Упустил шайбу Валерия Харламов. Вышла она в среднюю зону. Виктор Жлуктов. А вот сзади, дорогие друзья, если вы увидели этого человека, Вячеслав Иванович Колосков, возглавлявший тогда отечественный хоккей был на ваших экранах. Вот статистические данные лучших бомбардиров. Милан Фигала выносил шайбу из зоны. И Третьяк спокойно отбрасывает эту шайбу в сторону. Прекрасный перевод по диагонали на Харламова. Харламов в зоне. Вдвоем тут чехи остановили этот проход. Марьян счастный. Петров. Врезается в Марьяна счастный Борис Михайлов. Отобрали шайбу. И вот Якушев и Лебедев уже готовы появиться на льду. Петров. Васильев. Лебедев. Якушев. И проброс. Из своей зоны Александр Якушев делал передачу на Юрия Лебедева. Ну а по тогдашним правилам, когда еще действовала красная линия, это был проброс. И вновь нам показывают Ивана Глинку. Эберман. Мартинец. И Лебедев оставляет шайбу Первухину. Каберли остановил проход Александра Якушева. И Васильев мощный щелчок. Чуть было шайба не влетела сейчас в ворота Кралика. И Эберман. Мартинец. Билилидинов. Якушев. Вышли чеки из зоны. И вновь свисток арбитра. Валерий Васильев. Что показывает арбитр? Арбитр показывает удаление Александра Якушева. На две минуты. Заблокировку. В большинстве остается сборная команда Советского Союза. Напомню вам 1-0. 1-0 наши впереди. Шайба заброшенная Александром Голиковым вывела сборную Советского Союза вперед. Турис он уузая мяка. Он пела вторая маэвэстару с Килопайлой. И каа ханелла он кусенкинё коксик мета вити вуоста. Выбрасывание в нашей зоне. Хавличек 22 номер. Разряжают нашу обстановку. Глинка. Капитан сборной Чехословакии. Хавличек. Вошел в зону 22 номер сборной Чехословакии. Но тут Владимир Лученко прижал его к борту. Вновь Хавличек. Расположились чехи в зоне 3-х. Глинка. Гемаев против него. Бубла. У Бублы прекрасный бросок. Но и третьяк на месте. Хавличек. Бубла. Вновь Хавличек. Дирек Гемаев. Паузар. Хавличек очень активен. Глинка. Хавличек. Передача была очень хорошая в расчёте на подключение Мирослава Паузара. Ярослава Паузара, прошу прощения, оговорился. И вновь Глинка. Не уходит капитан со льда. Пытаются сейчас. Чехи. Первая пятёрка. И всё-таки... Всё-таки Иван Глинка, который уже больше минуты, наверное, провёл на льду. Воспользовался прекрасной передачей партнёра. Это был Ярослав Паузар. И Глинка подставляет клюшку. Не успел, к сожалению, Владислав Третьяк переместиться. Чехи сравнивают счёт. Вот так вот реализовали они численное преимущество. И 1-1. Мариан Счастный. Не точная была передача на брата. Мариан Счастный. Шлух-тап. Кралик выходит из ворот. И накрывает шайбу. Мы с вами ещё раз смотрим момент. Вот Бубло остановился. Паузар. Отличная передача на Глинку. И 1-1. Это была семнадцатая шайба, пропущенная нашими хоккеистами на этом чемпионате. Ну и последняя, надо сказать. Василий Пермухин остановил шайбу. Ну и проброс. Жлухов с партнёрами садятся отдыхать. Хельмут Балдарис. Вот он. Первая тройка у нас на льду. Петров на точке вбрасывания. Валерий Харламов. Лученко. И Кралик играет прекрасно. Харламов. Просок. Бол. Валерий Харламов. Бол красавец. Ну как всё сделано было. Ну, слово сделано по-мастерски. Ну, я не знаю, наверное, это эпитеты, которых недостаточно явно. Вот посмотрите, Харламов отобрал шайбу у соперника. И несмотря на то, что Кралик выкатился из ворот, пытаясь срезать угол обстрела, но Харламов выстрелил настолько мощно и точно в девятку. Ну, никаких шансов не оставил чехословацкому голкиперу Валерий Харламов. Напомню вам, Валерий Харламов набрал на этом первенстве 14 очков по системе гол плюс пас. Семь голов и семь точных передач. А лучшим бомбардиром стал молодой Сергей Макаров. Михайлов. Бубло. Петров. Классический армейский прессинг. Давление, которое могли эти хоккеисты производить на соперника на любом участке поля. А уж как они могли разбираться в чужой зоне с противником, это уже легенда. Смотрите, дорогие друзья, и наслаждайтесь этой легендой. Петров с шайбой. Пошел в зону. Режет угол. И за ворот. Бросок. И вновь Харламов оказался на острие атаки. Михайлов. Лученко. Полное преимущество сборной СССР. Подавляющее. Чужой зоне. Такое впечатление, как будто свои ворота обороняют. И еще раз посмотрите. Прекрасный гол Валерия Харламова. Но как из пушки действительно вылетела шайба. Еще раз смотрим статистические данные. Петров, Харламов, Макаров, Голиков, Михайлов, Балдерис. Вот такое представительство было в десятке лучших снайперов чемпионата. Представительство наших хоккеистов. Лебедев. Бабинов. Васильев. Лебедев. Возвращается Якушев в свою зону. Но по-теннисному легко там Васильев разобрался с соперником. Но продолжается атака сборной Чехословакии. Очень опасно. Петер Стасни. Антон. Номер 20-й. Но не педев 2-й. Гиего. Гуи. 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 Петер Счастный. Мариан Счастный. Антон Счастный. На льду сейчас. И Кужила тут пострадал. Восьмой номер. Владимир Лученко на ваших экранах. Валерий Харламов. Валерий Васильев. Валерий Васильев. Но арбитр не давал свистка. Поднята вверх рука арбитра. Третьяк уступает место шестому полевому игроку. И за опасную игру высоко поднятой клюшкой сейчас будет удален кто-то из чешских игроков. Из чехословацких игроков. Владимир Мартинец. Неоднократный чемпион мира. Ох уж немало крови он попил у наших защитников на чемпионатах мира, на Олимпийских играх. Но действительно выдающийся мастер чехословацкого хоккея. Мирового хоккея. Что уж там говорить. Владимир Мартинец. Какая тройка была прекрасная. Богуслав. Счастный Владимир Мартинец. Давайте посмотрим эту атаку. Да, я начал говорить о тройке. Иржи Холик, когда Ярослав Холик уже закончил играть. Счастный Холик и Мартинец. Ох какая была тройка. Беллидинов. Перехватили нашу шайбу. Беллидинов на рубеже синей линии ее остановил. И вот Иван Глинка появляется на льду. Капитан будет защищаться сейчас. Каждой клеткой, каждой, я не знаю, каждым взглядом, каждой мышцей наши игроки. Даже те, которые находятся на скамеечке, они там в игре. Они там на льду. Выиграли чехи в брасывание. Первухин. Голиков. Последняя минута периода. Напомню вам, Александр Голиков открыл счет. Иван Глинка результат уравнял, когда наши были в меньшинстве. И Валерий Харламов прекрасным броском со средней дистанции чуть не продырявил сетку ворот Иржи Кралика. Первухин. Александр Голиков. Первухин. Макаров. Белелединов упустил Зинутула Хайдарович шайбу в среднюю зону. И вбрасывание. Вбрасывание в средней зоне. Вот он, Богуслав Эберманов. Александр Якушев на точке... Александр Голиков, прошу прощения, на точке вбрасывания. Извините, это уже Жлуктовская пятерка. Балдорес увидел Хельмут, что закончилось время. Перерыв, дорогие друзья. 2-1, наши впереди. Продолжаем, дорогие друзья, прекрасное путешествие по волнам нашей памяти. Чемпионат мира по хоккею 1979 года. Сборная СССР против сборной Чехословакии. После первого периода этого заключительного матча Чемпионата мира 1979 года, наши впереди со счетом 2-1. Александр Голиков и Валерий Харламов забросили две шайбы в ворота Иржи Кралика. И один раз Иван Глинка, капитан сборной Чехословакии, побеспокоил Владислава Третьяка. Первая пятерка сборной СССР сейчас на льду. Петров Михайлов-Харламов поднята вверх рука. Кто-то из наших сейчас будет удален, судя по всему. Лученко и Ирек Гемаев в защитнике. Ирек Гемаев отправляется отдыхать. Да, сейчас посмотрим. Да, ну уж не знаю, какова была тут степень вины Ирека Гемаева. Но арбитр посчитал, что 18-й номер сборной команды СССР и уфимского Салавата Юлаев виноват в этой ситуации. Сергей Бабинов только что был в кадре. Гюриш. 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 Шайба и Антон Счастный. Васильев положил клюшку на лед. Марьян Счастный. И передача хорошая. Штанга. Перекладина сейчас спасла наши ворота, но высоко была поднята клюшка. И арбитр показывает, что шайба должна быть введена в игру. Но посмотрите, тут да, тут по-теннисному пытался сыграть Марьян Счастный. Третьяк отразил этот бросок, но на добивании первым был Марьян Счастный. Правда, забей он этот гол, все равно бы шайба не была засчитана. И тем не менее, очень опасный момент был у ворот Владислава Третьяка. Новак. Одиннадцатый номер. Иржи Новак. Мартинец. Теряет шайбу Мартинец. Мебедев, Иллидинов. Мартинец. Мартинец, Эберман и Новак. В таком сочетании сейчас хоккеисты сборной Чехословакии. И девятый Дворжак. Эберман оставляет шайбу Новаку. Эберман. Здорово. Иллидинов применяет силовой прием. И положение вне игры. Ирэггемаев уже готов выйти на лед. Но если один раз в первом периоде чехам удалось сравнять результат, забросить шайбу, то вот сейчас, судя по всему, без шансов. Да, заполнены трибуны Дворца спорта Лужники. Сергей Капустин на ваших экранах. Капустин, Балдарис, Глуптов. Счастливчики, счастливчики на трибунах. Билеты распределялись. Тот, кто был счастливчиками, наверное, помнит, как по предприятиям, передовикам производства. Почти не было билетов в продажи. Да, сходить на хоккей, посмотреть, как играет сборная команда Советского Союза. Какое это было счастье. Вот такой хоккей. Такая игра, такое мастерство. Как мы все это любили. И как благодарны мы были всегда нашим хоккеистам, что они умели нам подарить этот праздник. Нет, нет, не удалось там чехам овладеть шайбой. Владимир Лученко отбросил ее от ворот, ну и третьяк спокойно прижмет шайбу. Лученко и Гемаев справились с Ярославом Паузером и смена составов у сборной команды Советского Союза. Сергей Капустин Жлуптов, Гермухин, Лученко Петров и Петр Счастный Легко Владимир Петров выиграл шайбу. Харламов Бабинов, Харламов Вновь Бабинов технично Васильев Антон Счастный Марин Счастный И Петров Михайлов Вбросил шайбу в зону Фигала И передача в никуда Проброс будет Так оно и есть Валерий Васильев Да, проигрывает сборная Чехословакии А точнее выигрывает сборная Советского Союза Карл Гут и Ян Старший На ваших экранах Многолетний дуэт Тренерский дуэт Сборной Чехословакии Пришли они На смену Владимиру Костке Еще одной легенде Чехословацкого тренерского цеха Нельзя было входить в зону Харламов Кралик накроет шайбу На всякий случай Милан Фигала Закрыл доступ к воротам Владимиру Петрову Иржи Кралик Вообще, конечно Школа вратарей Сборная В чехословацком хоккее Была Великолепная Вспомним Иржи Црха Владимир Дзурила Тот же Иржи Кралик Иржи Холичек Прекрасные мастера Бублав Дворжак Да, на протяжении многих лет Конечно, вот эти фамилии Были олицетворением Чехословацкого хоккея Их успехов Их достижений Бубла Дворжак Каберле Кужела Первухин На Лебедева Сергей Макаров 3-1 Сборная Советского Союза Укрепляет свое превосходство Свое преимущество Сергей Макаров Великолепная передача По-моему, Скворцов Делал передачу Из-за ворот Давайте посмотрим Нет, это Юрий Лебедев Да, Юрий Лебедев Выиграл шайбу У чехословацкого Защитника И Не глядя Сделал передачу На Сергея Макарова И сборная Советского Союза Повела со счетом 3-1 Третьяк Играет клюшкой На Лебедева Глинка Нет Якушев Пришел сюда И разобрался Разобрался С двумя чешскими игроками Гимаев Лебедев Якушев Скворцов Один из Тройки Знаменитой Горьковской Тройки Торпедовской Ковин Скворцов Варнаков Вот Скворцов На этом чемпионате Был в одиночестве И вот Сергей Макаров На ваших экранах 24 номер Единожды избравший 24 номер Так он и Отыграл под этим номером Все годы Своего Участия В матчах За сборную Советского Союза Жлуктов Капустин Балдарис На льду сейчас Жлуктов Балдарис Ждет Жлуктова На пятачке Передача И помешали Тут друг другу Сергей Капустин И Зинатула Белеледина Балдарис Какую паузу Выдержал Хельмут Балдарис Дюриш Пытался Выбросить Шайбу из зоны Балдарис Фантастика Просто фантастика Но Не сходя с места Балдарис Обыгрывает Двух Защитников Сборной Чехословакии А это ведь Серебряные Призеры Чемпионата мира И вновь Балдарис Демонстрирует Прекрасную Технику Но Показалось Сейчас Нашим Болельщикам Что Нарушены Были правила Против Хельмута Балдариса Били его По рукам Там Но Не отреагировал Арбитр На это нарушение И Проброс Чешский Игрок Первым Коснулся Шайбы А это означает Что вбрасывание Будет в зоне Владислава Третьяка Вот еще раз Посмотрим этот момент Ну вы знаете Наверное Только показалось Нашим болельщикам Что там Были нарушены Правила Против Балдариса Там хорошо сыграл Клюшкой Кралик Петров Харламов И сразу В одно касание Как же они Чувствовали Друг друга Как они Понимали Друг друга Харламов Сделал передачу Сейчас Именно В ту точку В которой И был И в которой И находился Владимир Петров А вы знаете Наверное Все-таки Болельщики Были правы Вот Хельмуту Балдарису Делают тут Заморозку Видимо Все-таки Получил он Удар От Милана Фигалы Марьян Счастный Неточная передача На Антона И вновь Будет Проброс Милан Кужела Первым Оказался У шайбы Да Вот Хельмут Балдарис Вот сзади Как раз Владимир Юрзинов Вячеслав Колосков Союз Футбола И Хоккея Вечный Союз Лученко Марьян Петер Счастный Пытается Оттеснить Владимира Лученко От шайбы Как бы не так Наши с шайбой Гимаев Антон Петер Счастный Макаров Пришел На помощь Иреку Гимаеву Владимир Голиков И нарушение Правил Сергей Макаров За подножку Зацепил Несомненно Клюшечкой Сергей Макаров Воспитанник Челябинского Трактора 3-1 Впереди Сборная Команда СССР Напомню вам Александр Голиков Валерий Валерий Харламов И Сергей Макаров Как раз Отличились В этом матче И Иван Новак 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 Лешаева прижата К борту Владимир Владимир Лученко Один из самых Наверное Надежных Защитников В истории Нашего Хоккея Двукратный Олимпийский Чемпион Владимир Лученко Хельмут Балдерис Владислав Трикьяк Моузар Выиграл Вбрасывание Дуриш Витеслав Дуриш Угла Глинка На Поузера Не прошла Передача И пошел Вперед Пошли Вперед Наши Хоккеисты Хавличек Глинка Хавличек Лебен Лединов Раньше Чехословацкого Хоккеиста Был у шайбы Лебенев Милан Кужелов Вышел налет Сейчас Ползер Дуриш Садятся И вот Иван Глинка Также поехал Меняться Братья Счастные Выходят На лед Кужела И Фигала На Михайлова Была эта передача Если бы не вышел Сейчас кралик Из ворот Тяжеловато было бы Милану Кужел Справиться С нашим капитаном Все в полном составе Сборная Советского Союза Вот опасный момент Кимаев и Третьяк Здесь совместными усилиями Не дали шайбе Пройти в ворота Михайлов Оставляет шайбу Петрову Харламов Просок Высоковато Сейчас Полетела шайба Харламов Кимаев Кимаев Китров Китров И Эберман Петров заставил ошибиться сейчас Милана Фигалу Следовал, следовал за ним И в конечном итоге вынудил к ошибке Ержик Ралик Хельмут Балдерис Жлухтов Балдерис Опустим Капустин Балдерис Жлухтов Капустин против Каберли Жлухтов Жлухтова тут останавливает Эберман Дворжак Хорошая передача И третьяк на месте Васильев Эберман Ну и вот скажите потом, что 20 лет назад Хоккей был более Был медленный Нескоростной Вот посмотрите, как играли мастера Советского и Чехословацкого хоккея Зажигательные скорости Высочайшего класса игра А уж владение клюшкой А уж катание А передачи Об этом и говорить не приходится Три-один Три-один Впереди сборная команда Советского Союза Эберман Мартинец Каберли Садятся на скамью Билилидинов Первухин Защитник Макаров И братья Голиковы Три-один Три-один Спокойно Все под контролем Билилидинов И Владимир Голиков Тут попытались отобрать Шайбу У Ползара Возвращается Билилидинов В свою зону Успевает первым к шайбе И выбрасывание В зоне сборной команды ЧССР Александр Голиков Был сейчас В кадре А на точке вбрасывания Владимир Голиков Хавличек Нет Хавличек Дошел Только до нашего Защитника И на этом Все закончилось Дюриш Делал передачу На Ползара Смех на трибунах Тут не очень удачно Вставал Ярослав Ползар Поднимался со льда Упал Билилидинов Скворцов Держит шайбу Зинутла Билилидинов Дает возможность Смениться А вот Василий Первухин Тут невразумительную передачу Делал на партнеров Чуть было не потеряли шайбу Скворцов Продирается По борту Якушев Помешал сейчас Арбитр Александру Якушеву Глинка Хорошая передача Была под бросок Бубло бросал Иржи Бубло Владислав Третьяк Этот орешек Разгрыз Очень легко Иржи Бубло Наследником Поспешила Называли Иржи Бубло Франтишек Поспешил Блестящий мастер Чехословатского хоккея Потрясающий защитник Многолетний капитан Сборной Чехословакии Седьмой номер Вот после того Как Франтишек Поспешил Покинул лед Иржи Бубло Капитанскую повязку Не принял от него Капитаном стал Иван Глинка Но вот Наследником Таких Традиций Что ли Вот по игре В обороне Стал Иржи Бубло И действительно Он на этом чемпионате Стал Одним из лучших Защитников Вместе с Валерием Васильевым Был признан Лучшим защитником Чемпионата Ирогимаев Сейчас лег на лед Скворцов Пошел в зону Как легко И как красиво Иржи Кралик В последний момент И вновь Кралик спасает Свою команду В противостоянии Со Скворцовым Якушев Просок Принимает эту шайбу На себя Милан Кужела Михайлов Вновь Михайлов Михайлов и Петров Три в двух Сейчас могла Получиться атака Орламов Передача на пятачок На Михайлова Это Прошу прощения Был Владимир Петров Хотя наверное Если бы там оказался Борис Михайлов В этом было бы Больше истины Потому что Уж кто Как Кто другой Как Борис Михайлов Умел Не просто занимать Позицию На пятачке А сражаться Биться на пятачке Так как наверное Никто другой В нашем хоккее Вот посмотрите Скворцов вышел Один на один С Краликом И еще раз Кралик разгадал Замысел Скворцова Ну Может быть Может быть Был смысл Попытаться Обмануть Иржи Кралика Который сейчас Забирает бросок Шайбу После броска Сергея Бабинова Ни в одной пропущенной шайбе Конечно Иржи Кралика Винить нельзя Настолько все Точно Настолько все Синхронно Было продемонстрировано В атакующих действиях Нашими Хоккеистами Васильев Харламов Ходит в зону Харламов В дальний угол Бросал На неудобный Для вратаря Высоте Валерий Харламов Михайлов Показалось Михайлову Сейчас что До шайбы Может добраться Сергей Бабинов И даже Ногу приподнял Капитан сборной СССР Как бы давая Возможность Бросить Сергею Бабинову Но Никак До шайбы Не дотягивался Харламов Какой вход В зону А какая техника И все таки Довел Валерий Харламов Шайбу До защитника Несмотря на то Что вел борьбу С двумя защитниками Но я имею ввиду Довел шайбу До нашего защитника Метров Перехват В средней зоне Харламов Мартинес Каберле Линка Оузар Капустин Балдарис Михайлов Бол Сергей Капустин Вот то О чем я говорил Борис Михайлов Выиграл борьбу На пятачке Великолепно Это сделал И еще умудрился Сделать передачу На Сергея Капустина Посмотрите Казалось бы Да и сам Наверное Если мог Забросить эту шайбу Да и бросал Собственно Поворотом Но шайба Предательская Шайба Прокатилась По ленточке Ударилась О штангу И легла На крюк Сергею Капустину 4-1 Сборная команда Советского Союза Впереди Безоговорочное преимущество Последняя минута Второго периода СССР Чехословакия 1-1 Напомню вам Дорогие друзья Мы смотрим с вами Прекрасный хоккей Хоккей Образца 1979 года Чемпионат мира В Москве Полное преимущество Сборной СССР Голиков Харламов Макаров И Капустин Забили 4 шайбы В ворота Иржи Кралека И лишь только Одна шайба Влетела в ворота Владислава Третьяка После броска Ивана Глинки Удаление сейчас будет В составе Сборной команды Советского Союза Ну вот Герой момента Сергей Капустин Ну посчитал По всей видимости Что он и так Многое сделал Во втором периоде И нарушил правила А мы с вами Смотрим еще раз Момент Когда Борис Михайлов Выиграл борьбу На пятачке И Сергей Капустин Добил Шайбу в ворота Завершается Второй период Завершается он Так же С преимуществом Советской сборной Команды Команды сейчас Отправятся Отдыхать И мы с вами Сделаем Небольшую паузу Дорогие друзья Мы с вами Вновь Смотрим Хоккей Чемпионат мира 1979 года Последний матч Этого первенства В Москве Во дворце спорта Сборная команда Советского Союза Одерживает Безоговорочную победу В матче Над сборной Чехословакии Со счетом 4-1 Напомню вам Как развивались События в этом матче Сейчас давайте Посмотрим Момент Бросок Шайба в воротах Владимир Петров Вышел один на один С Иржи Краликом И все сделал Просто великолепно Еще раз смотрим Получил передачу От Бориса Михайлова Увел шайбу в угол И В самую щелочку Между щитками И штангой Отправил Шайбу в ворота Иржи Кралика Вот так начался Третий период Этой встречи Итак Первую шайбу В этом матче Забросил Александр Голиков После этого Наши хоккеисты Остались в меньшинстве Иван Глинка Сравнял результат Ну а потом Шайбы влетали Только в ворота Иржи Кралика Валерий Харламов Сергей Макаров Сергей Капустин И вот только что Владимир Петров Владимир Петров Напомню вам Дорогие друзья Стал Лучшим снайпером Этого чемпионата Набрал по системе Гол плюс пас 15 очков 7 заброшенных шайб И 8 передач Гервухин Проброс Проброс Не было Да в конце Второго периода Был удален Сергей Капустин Первухин Капустин Жлухтов Вышла шайба из зоны Или Лединов Капустин Балдерис Капустин Нет Первухин не даст Эберману Добраться до шайбы Что фиксирует Арбитр Нарушение правил Сергей Капустин Он не успел Отбыть двухминутный штраф И вновь оказывается На скамейке штрафников Сергей Капустин Восьмой номер Сборной команды Советского Союза Капустин Каси мерки Товат Сенверан Хуно Товат Сенверан Хукинг И Хайстикинг Овак 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 Лähellä Не потерял Фигало потерял шайбу В нашей зоне Голиковы Билилидина И Кралик на месте В меньшинстве Наши провели эту атаку А мы с вами смотрим Как Петров В меньшинстве Забрасывает шайбу Дважды отличилась Первая пятерка Валерий Харламов Напомню вам Во втором периоде И Владимир Петров Прошу прощения Валерий Харламов В первом периоде И вот в третьем периоде Владимир Петров Хавличек Лученко Бубла Хавличек Хавличек Ползар Глинка Дюриш Ветезлав Дюриш Четвертый номер Сборной команды Чехословакии Бросал По воротам Ну собственно Никакой угрозы Воротам Владислава Третьяка Бросок Бубла Бубла Дюриш В первом матче Чемпионата Мира 79-го года Когда Сборная СССР Обыграла Чехов Раскатала По всем Статьям Со счетом 11-1 Ну вот тогда Кралика Заменил Сакач Но в общем-то Тоже ничем не смог Помочь Своей команде Братья Счастны На льду Марьян Счастны И Третьяк На месте Лебедев Кужела Оставил шайбу Партнеру Фигала Кужела И Фигала Сейчас играют В защите Лебедев Васильев Борис Михайлов Уже готов Выйти на лед Васильев Передача Наскварцовывала Якушев Борется Тут За шайбу Вот он Скварцов Не дают Не дают Наши хоккеисты Выйти Чехом Из зоны Лебедев Ошибся Кисо Кисо Те он Оллут Кистаттоман Илливоима Проброс Да грустно Грустно На скамеечке Чехословацкой команды 5-1 5-1 И общий итог Двух встреч 16-2 В пользу сборной СССР Кажется Как недавно Все это было До отказа Заполненные Трибуны Дворца Спортов В Лужниках Большой праздник Хоккея Праздник Под названием Сборная СССР Чемпион мира Вот посмотрите Как боролся Сейчас Валерий Харламов И Петров Не смог Попасть В ворота Но чешский игрок Подставил клюшку И Владимир Петров Бросил Но вот шайба Встретившись С клюшкой Чехословацкого Хоккеиста Перелетела Через ворота Петров Витязов Гюриш Там Отбросил Шайбу В угол Площадки Продолжается Атака Сборной СССР Михайлов Белединов Петров И бросок Гоу 6-1 Владимир Петров Мощно Низом Выстрелил По воротам А Валерий Харламов Подставил Клюшку Как все просто Как все красиво Посмотрите Посмотрите еще раз Вот Харламов Занял позицию Петров Бросает Низом В расчете На то что Харламов Освободится От опеки Своего Соперника Опекуна И так оно И так оно и происходит Мгновение ока Харламов Переводит Шайбу В нижний угол Ворот Иржик Ралика 6-1 Сборная команда Советского Союза Впереди И вот Владимир Мышкин Занимает Место В воротах Владиславу Третьяку При счете 6-1 Дает Отдохнуть Да Эта шайба Сергея Капустина Не будет Захитана Раньше Раздался Свисток Арбитра Антон Счастный Отправляется На отдых Рановато Дал Свисток Арбитра Иначе Владислав Третьяк Был только что На ваших Экранах Это Владимир Лученко Жлухтов С партнерами Сейчас на льду И Владимир Мышкин Оставляет Шайбу Иреку Гимаеву Капустин Лученко Капустин Балдарис Балдарис Капустин Лученко Капустин И пошел И пошел вперед Сергей Капустин Передача На Жлухтова Балдарис В центре Нет Через Защитника Жлухтов Балдарис Чуть ли не вся команда Сборная Чехословакии Сейчас висела На плечах У Валерия Васильева А он рвался К воротам Как танк Остановить Было невозможно Вот посмотрите Какой проход Защитника Капустин Каберле Каберле Удален Франтишек Каберле Пятнадцатый номер И вот сейчас Совсем тяжко Придется Чехам А это Гол Валерия Харламова Седьмая Шайба Валерия Харламова На этом Да, хорошее настроение у нашего капитана, но я думаю, что у всей сборной Советского Союза. Прекрасно провели наши ребята этот чемпионат. Ни одного поражения. Голиков, кралик на месте. Бабинов. Первухин делал передачу на Владимира Голикова. Васильев. Уступил место Первухин Валерию Васильеву. Бубла не смог выбросить шайбу из зоны. Голиков. Васильев, Бабинов. Смотрит Сергей Бабинов. На кого же сделать передачу? И там Макаров бросал поворотом. Александр Голиков. Владимир. Передача на пятачок. Динамовская комбинация была сейчас. Но Сергей Бабинов, правда, вместо Василья Первухина замыкал эту комбинацию. Ай-яй-яй-яй-яй. Не спешат наши. Результат сделан. Играют наши с чехами, как с первоклассниками. Ну, посмотрите. Да, понятно, преимущество в одного игрока. Но какие пасы, какая точность. Васильев. Вот сейчас ошибается Валерий Васильев. Мариан Счастный. Но Лепедев каткает. Скворцов. Мариан Счастный. Это Антон Счастный. Это Петр Счастный. Мариан 18. Антон 20. И Петр 26. Валерий Васильев. Валерий Васильев. Валерий Васильев. Счастный. Ну, здесь какую фамилию не назови, не ошибёшься. Тройка из братьев Счастный. Лепедев. Счастный. Валерий Васильев. Валерий Васильев. Мартинец. Мартинец. Глинка. Хавничек уже на льду. Валерий Васильев. 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 Петров. Михайлов. Лученко. Петров. Харламов. Потеряли нашу шайбу, но вновь Харламов с шайбой. Михайлов. Вошли в зону. Ого. Нет. Там Поузер. Харламов прижимает шайбу. Харламов, Поузер и Дюриш прижали шайбу к борту. Вот втроем справились с одной шайбой. И смена составов. Дорогие друзья, к сожалению мы не сможем показать вам последние три минуты этой встречи. Но просто их уже не существует вот в этом варианте пленки, которые нам прислали для того, чтобы мы с вами все полюбовались хоккеем. Харламов бросал поворотом. Но в любом случае мы с вами результат этого матча уже знаем. 6-1 сборная команда Советского Союза выиграет эту встречу. Именно с таким результатом и сборная команда Советского Союза в очередной раз станет чемпионами мира. Эберман сейчас пытался проскочить тут между Владимиром Лученко и Рэком Гемаевым. Проскочить-то проскочил, до шайбы с крюка упустил и она стала легкой добычей Владимира Мышкина. Бабинов только что был в кадре. Мышкин тут демонстрирует свое мастерство. Балдерис, Капустин. Васильев подключается к атаке. Вновь Балдерис. Каберле. Это был Марианн частный, потерял шайбу. От Каберле он ее получил. Хельмут Балдерис бросал поворотом. 5 минут 9 секунд остается до конца этого великолепного матча, этого красивейшего поединка, в котором сборная команда Советского Союза была наголову выше своих извечных соперников по ледовым баталиям в матче против сборной Чехословакии. И, как впрочем, наголову была она сильнее всех на этом чемпионате. И вы знаете, что самое интересное, дорогие друзья? Самый сложный матч у сборной команды Советского Союза на этом первенстве, которое проходило с 14 по 27 апреля 1979 года в Москве. Самый тяжелый матч был на предварительном этапе против сборной команды Федеративной Республики Германии. Всего лишь навсего со счетом 3-2 сборная СССР одержала победу. При тех результатах, которые сборная СССР добилась, 9-3, 7-0, 11-1, 11-3, 9-2, 5-2. Результат 3-2 выглядит, конечно, как победа с натугой. Отдыхает Владислав Третьяк, свое дело он в сегодняшнем матче уже сделал, сделал великолепно. Вот два ветерана, Александр Якушев, Владислав Третьяк, друзья соперники. Цвет нашего хоккея, как, впрочем, наверное, эти слова относятся ко всем тем, кто в этот апрельский вечер завоевывал очередное золото для нашей страны, кто вписывал очередную прекрасную страницу в историю нашего спорта. Александр Голиков, Владимир Голиков. Паузар, Хавличек, бросок, нет, Мышкин. Мышкин, который уже был носителем мировой славы после знаменитого матча 6-0 против сборной Канады на кубке вызова, Мышкин такие шайбы не пропускал. Вот он, Владимир Мышкин. Просит арбитр Ивана Глинку смениться, уступить место Паузару. И Александр Голиков подкрался из-за спины к Ивану Глинке, забрал у него шайбу. Макаров, какая передача была на Владимира Голикова? Заканчивается, дорогие друзья, заканчивается эта встреча. Мы попытались уж как могли напомнить вам прекрасные новогодние вечера, когда по нашему телевидению шел хоккей. Хоккей в исполнении великих мастеров. Хоккей в исполнении сборной Советского Союза и ее противников. Вот эти две встречи против канадцев и против сборной команды Чехословакии надеюсь, напомнили вам те самые замечательные дни, когда мы были горды за наш спорт, когда мы верили и знали, что наш хоккей действительно находится на высочайшем уровне. Он лучший в мире. Дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Для вас сегодня работал Григорий Твалтвадзе. До будущих побед, дорогие друзья! Продолжение следует...